Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Елена Шевчук. Она возглавляет Центр помощи украинским беженцам в Армении. Здравствуйте, Лена! Здравствуйте! И скажите сразу, откуда в Армении украинские беженцы? Это все-таки не очень очевидный выбор страны. Да, действительно не очевидный выбор страны. Об этом свидетельствует статистика. Приехавших сюда беженцев их не так много, как в других странах. Тем не менее, люди едут. И они едут, как правило, к своим родственникам, друзьям, знакомым. В основном, едут сюда те, у кого связи с Арменией. То есть, это, получается, этнические армяне? Большинство этнические армяне, хотя есть и украинцы. То есть, это не столько эмиграция, сколько фактически репатриация? Да. Скорее так. В основном, действительно, это те люди, которые даже не родились там во многом. А большинство тех, кто родился здесь и уехал несколько десятилетий назад в Украину. Скажите, сколько их тут? Разные данные есть. Примерно осела цифра тысяч шесть человек. Угу. Но, насколько я знаю, до войны в Украине была очень большая армянская община, диаспора. Практически сотни тысяч. Это означает, что все-таки основная масса осталась? Основная масса осталась. Я могу назвать цифру в районе полмиллиона человек. Я вот буквально сегодня уточнила эту цифру, потому что есть потомки армян, которые живут в Украине, есть смешанные семьи. Диаспора очень многогранна. Делали исследования. И порядка полмиллиона и больше этнических армян в Украине. Сюда заехала, за 22-й год есть статистика, 22 тысячи человек. Сейчас тоже какое-то количество человек, но пока статистики такой объемной нет. Едут в Европу еще также, в Канаду, США также едут. Но основной, я думаю, что поток... Вернее, так можно сказать, что основная часть армян Украины осталась в Украине. Высказав свою позицию поддержки Украине и став рядом с Украиной, как граждане, как люди, которые считают Украину своим домом, они еще делают действия, совершают, как и все украинцы, в поддержку своей родины. Волонтерят. Допустим, у кого-то было кафе, таких очень много историй. Пекут хлеб, раздают, раздают гуманитарку, какие-то создают общественные инициативы. И очень многие, действительно, много человек пошли воевать. И в Тарооборону также. Насколько много? Есть ли какая-то статистика? Ну, на сегодня мне известно, прям вот сегодняшняя цифра, что погибших армян идентифицированных 55 человек на данный момент. Есть такая информация, что в Мариуполе погибших армян было очень много, но идентифицировать пока не удается, потому что Мариуполь сейчас не украинский город. И есть цифра, что 80 человек армянской общины получили различные награды высокого уровня, грамоты, в том числе от президента и от главнокомандующего Украины. Вот 80 человек. Потому что и много героев, и армяне, выдающиеся воины, действительно, они умели всегда воевать. И они свою позицию не только словом, но и делом подтверждают. А скажите, но это же не первый раз уже, когда армяне отстаивают украинскую независимость, так ведь? Да, это не первый раз, и это даже, я бы сказала, очень-очень символично, потому что первый погибший на Майдане 22 января 2014 года был армянин Сергей Нигаян. И он в Украине легенда. И все украинцы об этом знают и дают дань. И в Небесной сотне тоже есть армянин. И нам это нужно помнить и не забывать. И я думаю, что в дальнейшем, и это, в принципе, укрепило взаимосвязь Украины и Армении. Украинцев и армян. Это важно. Для меня точно важно. Насколько известны эти факты здесь, в Армении? Для тех людей, которых это заботит, они это знают. Я думаю, что об этом знают достаточно многие люди. Об этом нужно говорить. Собственно, возможно, поэтому отчасти я здесь, чтобы об этом говорить. Я просто слышал очень много раз от армян такую точку зрения не то, чтобы за Украину или против, а то, что это чужая война. Она не касается армян. И есть даже некая обида, что все внимание направлено на украинскую войну, а не на Арцах, который находится в очень тяжелом положении. Я понимаю обиду армян абсолютно. Более того, я очень сопереживаю Арцаху. И мое отношение к Арцаху не отличается от отношения любого армянина. Я знаю исторические факты, я знаю ситуацию, в которой сейчас Арцах находится. И мое мнение однозначно. Армянам просто, как и украинцам армян, так и армянам нужно понять украинцев. И также нужно понять ситуацию, в которой находится сейчас Украина. Во-первых, Украина огромная страна в центре Европы. И, естественно, такого же отношения не получится сформировать к Арцаху, как к Украине. Это во-первых. Во-вторых, из Украины едет огромное количество беженцев, которые создают инициативы, проекты, очень громко говорят о своей беде. У Армении нет такого громкого гласа, к сожалению. Но, тем не менее, я думаю, что все равно эти процессы работают. То есть, все равно внимание к Арцаху есть. Другой вопрос, что эти вопросы нужно было, скорее всего, решать системно, комплексно на протяжении всех прошедших 30 лет. Насколько я знаю, у вас муж армянин, и он же воевал, да? Он был там, когда закончились боевые действия. Но я могу сказать, фактически они там не заканчивались никогда. Это была вяло текущая, постоянная, маленькие столкновения на границе. Там всегда, в течение всех этих лет, всегда кто-то погибал. То есть, это такой замороженный конфликт, который не разрешался, не решался, и до сих пор он не решается. И тем более, они решаются так, как это важно и нужно для Армении. Смотрите, вот уже больше года продолжается война в Украине. И, насколько я понимаю, продолжают сюда приезжать беженцы, да? Да, да, приезжают. Скажите, какие проблемы перед ними возникают здесь, и насколько хорошо армяне относятся к ним? Ну, как армяне могут к своим плохо относиться, да? Тем более, что армяне прекрасно понимают беды людей, которые видели войну. Естественно, что помогают, принимают, поддерживают. Я больше скажу, что за это время, видя ту поддержку, которую украинцы оказывают здесь своим, но фактически армянам, потому что мы не отличаем, если человек из Украины, он свой. Вот эта новость разносится, потому что у всех родственников, друзья, знакомые. Я думаю, что какой-то фон отношения к Украине также меняется. Хотя, в принципе, я знаю, что армяне всегда очень хорошо к украинцам относились. Армяне любят украинцев. Все это время вы постоянно проводите митинги поддержки Украины в Ереване. А как к этому факту относятся реванские власти и, в принципе, горожане? Знаете, я бы это даже митингами не назвала, так как акции поддержки. Наша повестка – это посыл помощи, посыл единства. Мы вместе, мы здесь, и мы стоим с Украиной. И мы, собираясь вместе, это транслируем и передаем в Украину. Да, нас не очень много, но, тем не менее, нас видят, нас слышат. И нас видят, может быть, украинцев, которые не имеют связи с Арменией, это не настолько волнует. Но армяне Украины, которые воюют за Украину, это видят. Они об этом знают, и это тоже для них поддержка. Армения действительно демократическая страна, потому что за все это время я никакого ни слова, ни действия не видела, не слышала против. И важно все-таки формировать правильно повестку. Наша повестка – это поддержка. У нас нет никаких антагонистических, противодействующих лозунгов, слов. Мы только за. И это очень-очень здорово работает. Это очень важно. Просто давайте уточним, это не антироссийские лозунги? Нет, они излишни. Понимаете, когда украинец стоит рядом с Украиной, говорит что-то против России, смысла нет. И так очевидно и понятно. Мы сидим в офисе с украинским флагом, вокруг нас вышиванги рушники, и этим все сказано. То есть это, получается, позитивная такая повестка? Жизнеутверждающая, конструктивная и с уважением к Армении. Вас могут спросить, почему вы поддерживаете Украину здесь, а не в Украине? Спрашивают. И? Спрашивают и неоднократно спрашивали. Естественно, как у человека сопереживающего, который очень остро воспринимает эту войну, я неоднократно думала, а стоит ли мне поехать туда волонтерить, чем-то помочь, использовать мои навыки организаторские там. Я понимаю, что армия волонтеров, которая состоит из 10 тысяч в Украине, от меня ничего бы не получила существенного. А вот здесь я максимально могу помочь на этом месте. Я это обдумала и приняла именно такое решение. Скажите, нет ли все-таки во всем этом какого-то раздвоения? Потому что, все-таки, с одной стороны, эти люди украинцы, приехавшие в Армению, и в то же время армяне. Это очень непростая ситуация, учитывая непростые отношения между странами. Нет ли тут, что называется, противоречия или, скажем так, конфликта интересов? Вы знаете, несколько слоев, да. Во-первых, мы занимаемся коммунитарной функцией. И здесь вообще не может быть никакого конфликта интересов, потому что мы не спрашиваем, во-первых, национальность пришедшего к нам человека. Во-вторых, мы не спрашиваем его политическую позицию, отношение к уководству Украины или России совершенно. И, в принципе, украинский флаг, это как... Вот те, кто не могут его выдержать, они к нам не приходят просто. Я не видела за год каких-то существенных противоречий. В принципе, их не было особо. Ну, вы же понимаете, почему отношение непростое из-за политики Украины в отношении Азербайджана? Да, тут на самом деле тоже все достаточно просто, если разложить ситуацию. Политика – это всегда интересы. И политика – это не взаимодействие народа, простых людей. Это взаимодействие официальных лиц государства, которые высказывают официальную позицию. Общеизвестно, что Армения и Россия являются участниками одного союза государств, а Азербайджан и Украина – совершенно другого, которые возникли задолго до конфликта России и Украины, вернее, даже военной агрессии России против Украины. И, следуя своим интересам, руководители стран ведут себя именно так. Но это не значит, что каждый рядовой человек, в том числе я, коим я являюсь, или поддерживаю эту позицию, или буду ее транслировать. У людей на постсоветском пространстве есть одна особенность, которая меня очень сильно удивляет. Это пытаться участвовать в большой политике и дипломатии с дивана. Это совершенно ни к чему, это не нужно. Есть конкретная семья, есть конкретный человек. Не посадить их и рассказывать им о том, кто плохой, кто хороший, а оказать конкретную осязаемую помощь прямо сейчас – вот это намного больше. А если таких семей будет не один, не одна и не сотня, и если таких семей еженедельно приходит сотни, то взгляд совершенно другой на вещи. Но все-таки есть же какая-то конкретика здесь, скажем, все здесь, но не все, очень многие повторяют российский пропагандистский мем по поводу того, что Зеленский поставлял оружие Алиеву. А теперь представьте себе реакцию семьи, у которой из этого оружия убили сына. Я могу сослаться на Союз Армян Украины, который мониторил информацию. И в том числе есть международные статьи, которые не подтвердили продажу Украины во время войны 44-дневной и до нее фосфорного оружия. Но есть другой момент, почему мать погибшего солдата и многих других погибших солдат, которых многократно больше, не спросит, почему Россия Азербайджану продала большинство вооружения, которым убили их сыновей. Вот этот вопрос, если правильно ставить нужной плоскости, вопрос фосфорного оружия, он важен, действительно, но он опровергнут. А вот вопрос поставки России вооружения Азербайджану, он реален и он существует. А еще мы постоянно слышим очень странные заявления украинской стороны по поводу того, что Арцах это практически то же самое, что Крым. И, как сказал Арестович, мы освободим Крым, а вы освободите Арцах, сказал он азербайджанцам. И это не единственный пример. Постоянно что-то вот вкидывается такого плана, и просто вряд ли это очень позитивно влияет на отношение армян к Украине. Естественно, если стоит задача, чтобы армяне и украинцы не дружили, то она будет реализована, особенно если есть огромные ресурсы для этого. Во-первых, Арестович не есть официальным лицом. Я тоже могу делать разные заявления. И, тем не менее, это очень поверхностный взгляд на вопрос, когда перенос крымского вопроса переносится на вопрос Арцахский. У крымского вопроса одна история, у арцахского вопроса совершенно другая. Если в нее вникать, то решение этих вопросов должно быть совершенно разным. И, опять-таки, я повторюсь, вопрос, как по мне, Крыма должен быть решен в пользу Украины, а вопрос Арцаха в пользу Армении. Скажите, в Украине понимают, что каждый шаг в поддержку Украины, каждая попытка сопротивления Путину, она стоит Армении очень дорого? Вы знаете, мне кажется, что настолько глубоко об этом не задумываются. Очень жаль. Мне даже так кажется, что, имея колоссальное количество проблем у Украины сейчас внутренних из-за войны, потому что война непосредственно сейчас происходит, и центр ориентации дипломатии украинской все-таки не в эту сторону, а на те страны, которые реально могут помочь. Армения не совсем в поле зрения, но я надеюсь очень сильно и искренне, что эта ситуация изменится. И я вижу и понимаю борьбу, отчаянную борьбу Армении. И я уверена, что в Украине это тоже видят. Так же, как и видят во всем мире. Ну и, в общем-то, главный вопрос. Как вам кажется, война в Украине и постоянно вспыхивающая война на Кавказе, это одна война или это разные войны? Я думаю, что это как разные щупальцы, но одного осьминога. То есть? В том смысле, что источник этих войн один и тот же. Накануне войны в Украине Азербайджан и Россия заключили договор. Это во-первых. Во-вторых, малоизвестно и фактически нет подтверждений, но многие об этом говорят и знают, что Азербайджан сейчас в Европу продает российский газ. И получается, что беды и Армении, и Украины исходят от двух дружественных стран. Которые сейчас выполняют... Ну, Азербайджан сейчас выполняет для России роль продавца углеводов в Европу. То есть, в этом смысле Армения с Украиной союзники, они просто не полностью осознают это пока что? И да, с одной стороны. А с другой стороны, это опять-таки связано с сложнейшими геополитическими условиями, в которых оказалась Армения. Смотрите, вот вы сказали, что 6 тысяч украинцев находятся в Армении или 7. Вся вот эта ситуация вокруг Арцаха, а уже в последнее время происходит агрессия и на территории самой Армении. А какие чувства это вызывает у приехавших украинцев? Вы же, скорее всего, все это обсуждаете, говорите об этом. Да, естественно, мы спрашиваем, беседуем. Могу рассказать, вот есть несколько семей, их немного, но есть истории из жизни. Например, семья жила в Баку, и в 88-м или 99-м году переехала в Степанакерт. Из Степанакерта переехала в Украину. Из Украины сейчас приехала в Армению. Горис. И в Горисе застала 13 сентября очередные бомбы. Обстрелы там были, да. Обстрелы. Мне очень трудно представить вообще жизнь людей, которые всю свою жизнь имеют и теряют надежды. Они живут в одном месте, потом переезжают в другое, строят свою жизнь, обзаводятся друзьями, знакомыми, находят работу и потом вынуждены все оставить, потому что беженцы, как правило, все бросают и спасают свою жизнь, и переезжают в другое место. И там опять новая надежда и опять крушение. Это трагедия. И есть такие семьи. Да, вот таких семей, я историю одной семьи, но фрагмент движения вот такого, есть несколько семей, которые такой путь прошли. И я никому не пожелаю такого. Скажите, вы планируете вернуться в родную Одессу? Вы знаете, слово вернуться, это как приехать и остаться, да? Пока я не планирую вот прям приехать и остаться, потому что все-таки уже жизнь моя здесь. Но я однозначно, во-первых, надеюсь, что смогу принять участие в восстановлении Украины. Отсюда или там на месте это уже будет продиктовано ситуацией, но однозначно хочу приехать в Украину. Я туда рвусь. У меня даже есть мысли, вот прям в ближайшее время, хоть ненадолго, потому что там родители, там брат, там... Все, что мне дорого в той жизни, все там. А как же Армения? А это не значит, что я оставлю Армению. Это раз. Во-вторых, мои дети армяне, мое сердце, ну уже большая его часть принадлежит Армении. То есть это как часть меня. Я же не могу там половину, там руку оставить здесь, ногу. Это как-то, знаете, когда в моей жизни появилось украинство в Армении, вот только тогда я полноценно смогла здесь жить. вот мне чего-то не хватало здесь, пока вот я не сделала какую-то маленькую Украину, но тем не менее это Армения. Есть такой чудесный стих. не сможешь любить народов других, когда ты не любишь Украину. Если я так искренне люблю Украину, я так же искренне люблю и Армению. Спасибо, Лена. Это была программа «Перемещенные лица». Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова